Ну, здорово! Добро пожаловать в новую рубрику. И так как она новая, дайте мне буквально пару минут рассказать о ней. После прохождения тех или иных игр, или после выпуска тех или иных роликов, у меня появляются новые мысли или новая информация на обозначенную тему, или новые наблюдения, ну или, как правило, просто есть желание дополнить уже сказанное. Поэтому я ввел эту рубрику в ней, я буду дополнять те или иные темы, на которые уже высказывался. Иногда это полезно, знаете, спустя время взвесить свое решение. Заметили, как я умнел обхожу название рубрики? И это потому, что я его еще не придумал. Но, раз вы это смотрите, значит эта проблема уже решена. Все, хватит тянуть полу за человечность. Давайте начнем. А речь, дорогие мои детишки, сегодня пойдет о Dark Souls 1, причем о переиздании, именно о нем. Честно, я запоздал с этим роликом. О, да, я его хотел выпустить где-то через полгода после бомбанула по данной теме. Если еще не видели, то напрасно. Напомню, что там я помимо всего осетовал на то, что такого уровня ремейк обречен на довольно быстрое забвение. И это логично, игра все-таки не новая. Держите это в голове. Также держите в голове и тот факт, что несогласные со мной заявили, что треть это еще ладно, но вот вторая такой кал, что никому она нахер не нужна. В нее играют только потому, что она новее. Новее первой. А как же иначе-то? А вот сейчас вот с ремастером все плюнут на вторую и даже на третью в основном часть. Довольно странное заявление. Жаль, что я его не заскринил для потомков. Но еще больше мне жаль, что я тогда, через полгода после выхода обзора, не заснял ту статистику, которую наблюдал минимум неделю. Там, видите ли, у ремастера онлайн был в районе тысячи полых. У второй две с половиной тысячи полых. У третьей двенадцать, кажется. А то и больше. Теперь любой несогласный со мной может присесть на этого конька и сказать, что, мол, прошло два года, че ж ты хотел? Вот из игры и уходит. Ну, а я надеюсь, что вы в курсе, что я благородный сэр, а благородным сэром верят на слово. Ну, то бишь, можете верить, можете не верить, но уже к концу восемнадцатого года онлайн-преиздание упало так низко, как не падал избранный полый в чумном городе. Ну, а некоторые доверенные источники в костюмах Джейн Деда поговаривают, сидя у костра, что это я еще помедлил с проверкой. И такая статистика игру настигла уже к октябрю. А игра, между тем, вышла в мае. Точнее, ее переиздание, конечно же. Игра-то вышла куда раньше. Вот тут самое время вспомнить тот тезис, мол, это же самая старая игра в серии, люди присытились ей за девять-то уж лет. С одной стороны, да. Я еще докину сюда такой вот аргумент. Всегда приятнее играть в более технологичную игру, чем в старье, каким бы шедевральным оно не было. Ну, просто это факт. Это вы и сами знаете. Потому что технологии не стоят на месте, и пока нас жопой плющит смоук, какой-нибудь Илон Маск внедряет очередную тройную тетеляцию четверной буферизации в геймдев. А драугр качается, да. Кстати, да. Продолжу тему, на которой остановился два года назад. С буферизацией в Dark Souls 1 все в полном порядке. Я, наконец, раздобыл 4К-монитор и заценил буфера Гвини Вирн. Без дураков, 4К это круто. Однако... Однако. Они были способны на большее, чем просто подтянуть текстурки. Ну, вернусь немножко в повествование. Вспомните также и второй тезис, что, мол, после выхода ремастерок первой, а второй все забудут. Да. Но что-то все никак не забывают. Две с половиной тысячи игроков в среднем, и это длится уже два года минимум, хотя, казалось бы, чисто графический и технологический Dark Souls 2 это, ну, действительно очень странное явление. На фоне крутых нововведений графика топчется на месте уже года три на тот момент. В Dark Souls 3 уже поменьше играет. Десять тысяч человек в среднем. Но это все равно много, и это нормально для самой технологичной игры серии. И не для самой кривой, надо сказать, по совместительству. О, до этого мы еще доберемся. А вот дальше я немножко, походу, обломался. Я думал, мой злорядный смех будет громче. Однако за последнее время Пауманос его знает, каким причинам, ну, возможно, из-за пандемии, онлайн в первых темных сольцах подскочил в среднем до полутора тысяч человек. Иногда даже доходит до двух. Вы не подумайте, что я исхожу из позиции, что, мол, чем хуже для первой, тем лучше. Нет. Нет. Игра шикарная, пусть и старая. Но просто от переиздания ждали большего. И дело не в моих личных ожиданиях, ждали все, абсолютно все, без исключения фанаты. Посмотрите на самых видных фанатов серии за рубежом, что они писали до выхода и в момент релиза. Если лень смотреть, скажу так, ничего хорошего вкратце. Тот же Лэнс Макдональд, или не Лэнс Макдональд, а один из его культистов, распотрошил игру и нашел в ней все те же ресурсы, что были раньше. Вырезанных существ, предметы, скрипты. То есть игру вообще никак не оптимизировали. Просто натянули на нее пару технологий и все. Это, конечно, тоже неплохо, но... Это у него недостаточно. Недостаточно, я говорю. С одной стороны, ремастер не обязан менять что-то серьезным образом. Иногда это даже опасно, как в случае с Фэбл Аннисверсари, где умудрились похерить атмосферу сказки. Господи боже мой. С другой же стороны, нет, ну а что вы думали, натянули анус-мануса на Анорландо и все, что ли, можно продавать? Мы точно так же не обязаны считать получившийся продукт хорошим. Да хер с ним, с технологиями, тем более, что они-то как раз есть. Ладно, можно даже закрыть глаза на то, что они по факту взяли бесплатный патч 7-летней давности и, приклеив на соплях к нему пару фишек, продали как переиздание. Плевать. Хорошо. На фоне нынешних причуд капитализма в игровой индустрии это уже даже как, знаете ли, как детская шалость. Так и хочется сказать спасибо, что мимиков в лутбоксы не превратили. Это ладно, но, сука, баги-то почему не исправили? Мои зрители, которые имели несчастье присутствовать на моих прямых эфирах или еще хуже, смотреть их в записи на моем втором канале, извращенцы, чертовы, не дадут соврать. Видите, ребят, видите, да? Ремастер, сука, ремастер. Я уже ненавижу это место. Баг на баги. Нет, то есть оно и раньше так же было, но с тех пор же ничего не изменилось. Поверхности покатые, скользкие, невидимые стены все еще не дают пройти. Я из той же полости не мог выбраться минут 20, потому что коллизии сделаны через задницу. И таких моментов в игре довольно много. Кристальный грот, о да, рай земной, век бы его не видать. Симулятор поскальзывания на банановой шкурке. В игре, которой не рассчитано на хождение по тонким мостикам, делать тонкие невидимые мостики. Нет, ну то, что они невидимые, это ладно. Но можно же было покатость хотя бы исправить, ну вряд ли же так задумывалось. Или кривые коллизии, когда нечаянно можно застрять в камне или в сучке во время боя и через это погибнуть. На фоне этого стабильный чумной город, который почему-то не у всех стабилен, судя по отзывам, не так уж и радует. И это не говоря уже о возможностях, которые можно было внести в ремастер без необходимости перелопачивать всю внутриигровую систему. Можно сказать, что да, да, говеный четырехсторонний перекат действительно заставил бы переделывать, а точнее корректировать боевую систему, заточенную под перекат старого образца. Ну а это ж в конце концов всего лишь ремастер, а не... А не что? А не ремастер? Отлично получилось, давайте мы через жопу портируем игру на ПК, продадим ее вам без онлайна за полтора косаря, а через несколько лет возьмем ваши же наработки и продадим еще раз, только уже с рабочим онлайном. Притом внесем это в отдельный плюс, как будто это не наша вина, етить твою мать, что онлайн был похерен и без любительских патчей просто не работал в принципе. Возвращаясь к перекатам, скажите мне, почему тут прямо как в случае с фанатами консолей, я после ролика о Horizon, знаете ли, так пристальнее присмотрелся к рецензиям других авторов, в первую очередь фанатов, так вот, почему одна и та же фишка считается хорошей и плохой одновременно, прямо как у Шрёдингера, навернувшего стопорестуса, а? Почему, когда сохраняет какой-то прогнивший от старости пропавший неактуальностью элемент, на его защиту тут же кидаются, ты не понимаешь, это же фишка серии, это же хардкор! Ой, господи. Вот то ли дело было в Demon's Walls, там-то от чекпоинта до чекпоинта минут сорок переть, а вот тут слабину, знаете, дали, по несколько костров на уровне, ну что такое? И вообще, это же сюжетом обоснованно. С последним, кстати, согласен, тут не подкопаешься, не то что во второй части, где сразу можно прыгать к любому костру. Ну да, то-то же Миядзаки, дурак такой, эту глупую идею перенялась в третью часть, видимо-таки поняв, что полчаса пишет ралить из одного конца Лордерна в другой, или даже топать от одного узлового костра к другому, что, в принципе, одно и то же. Это не хардкор, это просто неудобно, это искусственное нагнетание хардкора. По моим ощущениям, последующие части заметно сложнее первой, при их возможности телепортации к кострам, но они значительно удобнее. Ну или вот скажите мне, разве возможность менять ковенанты прямо у костра в ремастере это не нарушение традиций? А как же грехи, как же их замаливание, это что, уже не неотъемлемая часть геймплея? Разве деревня Пешедравовка от Альвины к Ниту или из Храма Огня в Изолит для смены ковенанта это не часть того великого таинства под названием хардкор? И разве такая поблажка, введенная в игру, явно на то не рассчитан, но не требует калибровки? Как? Понятия не имею. Например, увеличить штрафы за предательство, или ввести уникальный штраф в виде, скажем, красных дополнительных фантомов в локациях. В тот момент, когда я ругал этот элемент пару лет назад, некоторые в обратку ругали меня последними словами, где же это вы теперь вот, а, защитники? Ничего, что систему грехов и предательств не изменили под новую механику. С вороной все еще приходится обмениваться методом перезапуска игры, хотя, казалось бы, зачем? Не бака фича, это же ведь явно то, без чего геймплей Dark Souls 1 уже будет не тот. Расширить возможность ящика. Например, складывай туда не только железо, но и свитки, ведь инвентарь первой части удобством не отличается, в отличие от последующих. А желтый мелок переделать или нафиг вообще убрать, он у вас и так не работал, и оценивать сообщения можно было и без него. А анимацию начертания, знака нормальную сделать тоже не вариант. Почему чемоданы все еще не исчезли? Зачем столько чемоданов? Для починки оружия купи сундук. Для склада оружия или брони купи еще два сундука. Что за симулятор чемоданов? Сделали бы все в одном. Ах да, они же еще поправили баланс порога вторжения. В третьей части он, ну, не то чтобы так себе, нормальный. Лучше чем во второй. Наверное, любой будет лучше, чем во второй Дарк Соулс. Он зависит уже не только от уровня, но и от заточки. Только вот вести-то ввели, но не учли, что Дарк Соулс 3, Дарк Соулс 1 это немножечко разные игры, совершенно разные игры. А стрелил хвост виверный в начале игры и получил реликтовое оружие? С технической точки зрения это уже получается оружие, заточенное на плюс 5. Теперь к тебе будут вторгаться только вот с такими же заточками. И пофиг, что ты с мечом, но в трусах поверх человечности. Инновации! И самое главное, внешность. Ладно, пусть остается этот дебильный конструктор внешности. Он все равно лучше, чем во второй части. Наверное, даже конструктор внешности любой лучше, чем во второй части. Но кроме обливионского. По-моему, у меня вообще близнецы. Ладно, сейчас не об этом. Но дайте мне сделать внешность и сохранить пресет. Это что, так трудно реализовать? Почему не поправили искусственный интеллект? Некоторые мобы как путались в собственных конечностях, так и путаются. Причем их у них две. Представляете, если бы было больше? А, кстати, там такие тоже есть. И они тоже путаются. Почему бы не поправить им балансный урон от некоторых заклинаний, которыми при определенном фарше можно чуть ли не ваншотать всяких там каламитов и манусов? Почему нельзя в любой момент восстановить человечность, не садясь за костер? Почему последний зажженный костер не считается активированным, учитывая, что после смерти ты не можешь к нему прыгнуть, в отличие от любой другой части игры? Почему Ковенант Нита как работал через жопу, так и работает, с разницей лишь в том, что об этой жопе теперь хотя бы знают? Почему, в конце концов, ПВП как было кривое, так и осталось? Бесконечные бэкстебы, бэкстебы за полкарты, разгул читерства при новой системе слежения за порядком и с бежалостями банами. Ни в одной части серии такого разгильдяйства не было. Что-то, ёпперный балет бред какой-то. Игра века, блин, игра тысячелетия. Кому это может быть интересно? Вот, ну, то есть, ну, серьезно. Ну, это же просто маразм, ребят. Ну, смотрите, я просто трачу время. То есть, дело не в том, что босс сложный. Дело не в том, что его сложно убить. Дело в том, что... Господи, тебе не хватает навыков, он не перехитрает тебя. Дело в том, что ты просто попасть по нему не можешь. Не потому, что он суперловкий. А потому, что у кого-то руки суперкривые. Не у меня, в смысле, а у тех, кто это вот программировал. Привет. Все это было простительно оригиналу, который был, плюс ко всему, еще и полигоном для испытаний новых механик. Но ремастер не просто мог, он был обязан. Обязан был все это исправить. А тем, кто скажет, что разработчик мне ничем не обязан, могу ответить так же. И я не обязан выискать плюс у бездарной поделки, пытающейся залезть мне в кошелек под предлогом ностальгии. И я вас уверяю, если бы все это и многое другое неназванное поправили, то фанаты, которые сейчас люто ненавидят всех критиков ремастера, первым бы делом побежали хвалить разработчиков за то, что наконец-то они все это отполировали. Мол, вот она, жемчужина серии, смотрите, говноеды, ваш Dark Souls 2 и 3 даже рядом не лежали. Не то, что Dark Souls 1. Не, это все, конечно, хотелки, но ведь вполне же реализуемые хотелки-то. Тот же Skyrim Special Edition, будь он не ладен, вносил серьезные изменения в движок игры. Хотя я по-прежнему считаю его лишним. Надо с самого начала было делать все качественно. И вот Skyrim спустя сколько? Семь лет. Семь лет спустя наконец-таки можно стало играть по-нормальному на современных машинах, которые тогда казались топовыми, а сейчас уже стали доступными большинству. С Dark Souls 1 другая история, оно и раньше все работало. Ну, все кроме онлайн, разумеется. Обычными патчами можно было туда внедрить и текстуры 4К, как в том же Skyrim и многих других современных играх, и узаконенный ДС Фикс, и многое другое. Не все, конечно, да, но многое. Но тогда бы не получилось все это потом продать, понимаете? Господи, ладно. Просто поменяя не местами врагов, как в ремастере второй части, это уже бы принесло новое ощущение. Я уж не прошу той горы изменений, как у ученого первородного греха, но хоть что-то. Получается, что вторая часть ощутимо старше ремастера, а играет больше почему-то именно в нее. Еще больше играет в третью, которая, о боже мой, тоже ощутимо старше ремастера. Дело не в том, что игрой присытились за 9 лет, нет. Дело в том, что они не сделали ремастер. Они продали нам официальный ДС Фикс по стоимости современного тайтла. Полторы тысячи рублей на тот момент, напомню. Я бы сказал, что игры сейчас в принципе стоят дорого, но тут, знаете ли, в начале 20-го года вышел второй Ори за 500 рублей, шедевр с большой буквы, и просто послал нахер этот довод. А еще был Hollow Knight, который, будучи еще хардкорнее всех Dark Souls вместе взятых и надвое помноженных, он стоил 700 рублей, кажется, на старте. По итогу сам факт того, что в онлайне ремастера сейчас хоть кто-то есть, это уже достижение. По собственному опыту скажу, онлайн там ощущается слабо. Если вторгается, то одни и те же. Справедливости ради, такое же было и в оригинале, да и во всей серии сейчас похожая картина. Наверное, единственное, что спасает ремастер, по-настоящему спасает, это призыв по паролю. Низкий поклон, да. Не зря полтора косаря отдал. Конечно, на данный момент вопрос, а в какую версию играть, даже не стоит. Она всего одна. Оригинал вы уже не купите. Скачать-то оригинал сейчас, конечно, можно, но смысла нет. Разве что вас не пугают танцы с бубном для подключения онлайн и установки модов на графику. Но я вновь заявляю, и никогда не устану заявлять, что ремастер первой части худший, что произошло с серией Dark Souls за все время ее существования. Хуже даже, чем комиксы. Но о комиксах мы потом поговорим. А пока давайте поплачем друг другу в плечо. Dark Souls Remastered проверку временем не выдержала. Какое счастье, что ни фанатам, ни новичкам серии это не помешает насладиться игрой в любом случае. Несмотря ни на что. Правда, насчет несмотря ни на что, я, наверное, все-таки погорячился. Маленькая ремарочка в конце, неожиданная. Я как раз сейчас сыграл в Dark Souls Remastered, чтобы снять материал для роликов. Играл сразу двумя персонажами, и сами, наверное, понимаете, это все делается небыстро, тем более учитывая общую медлительность игры, особенно по сравнению с последующими частями. Однако это все-таки маломальски интересно, как бы то ни было. Но тут вторгается читер и просто аннигилирует меня, как можете видеть сейчас на экране. Одним ударом он мне сломал всю экипировку, наслал проклятие. И ладно бы у меня просто не было душ на починку и покупку камня для снятия проклятия. Ладно бы просто бегать по огромной, блин, территории медленным полом в поисках кузнеца и продавца. Это то еще удовольствие. Ладно. Ну так он же мне еще и 66 человечностей накрутил. И я понимаю, что все, персонаж запорот. А последнее сохранение я делал еще около демона Тельца. Ну, просто потому что я вот такой дурачок, и мне просто понадобилось для съемок делать бэкэпы сохранений. А тем, кто их не делает, что делать? Ничего не делать. Удалять персонажа. Потому что вот чем отличились все три игры этой системы банов. К вам легко может вторгнуться читер, накрутить вам статов и вас забанят. Да, такая вот дебильная система. Ничего ты никому потом не докажешь. Была надежда, что в ремастере это исправят, но, сами, наверное, понимаете, не исправили. В Dark Souls 1 как был разгул для читерства в оригинале, так и остался в переиздании. И тут я представил, как мне снова несколько часов придется переигрывать в эту дико неудобную поделку. Ради чего? Чтобы опять вот этот вот дядя Вася меня потом нагнул, что ли? Да ну нахер, я лучше пиратку пройду. Шит, как говорится, happens. Но, надеюсь, у вас такого шита не будет. Нос по ветру полое. Но ремастер все равно говно. Тупое говно. Тупого говна. У меня все. Субтитры сделал DimaTorzok